16 декабря в Твери отметили 82-ю годовщину освобождения Калинина от немецких захватчиков. В городе прошли церемонии возложения цветов к братским могилам и войскам захоронениям, к мемориальному комплексу «Город воинской славы и обелиску победы». Подробности у нашего корреспондента. 16 декабря 1941 года. Важнейшая дата в истории Твери. 82 года назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Тверь стала первым областным центром в Советском Союзе, которую освободили от оккупантов. Традиционно торжественные мероприятия проходят во всех районах города. Основные прошли у обелиска победы. Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, молодежных и патриотических объединений, региональных ведомств, курсанты военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова, юноармейцы, жители Верхневолжья. Приветственный адрес участника мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. Мы чтим и помним всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Сердечно благодарим ветеранам и тружеников Твера за великий подвиг. Вы защищали и отстояли нашу страну, отстроили ее заново, достойно воспитали детей, внуков и правнуков. Сегодня, равняюсь на ваш пример, жители города Вольска Славы Твери и всего Верхневолжья проявляют сплоченность и патриотизм. Общая продолжительность оккупации города составила 62 дня. За это время погибло около 2,5 тысяч гражданского населения. А город был основательно разрушен. Уничтожено более 7 тысяч зданий, 56% жилого фонда, 50 школ, педагогический институт, драмтеатр, филармония, областной краеведческий музей, все больницы, поликлиники. Взорваны мосты через Волгу и Тьмаку. Потери Красной Армии в ходе боев за Калинин составили около 20 тысяч человек. Шли жестокие бои. И нужно было остановить наступление немецких войск. Для этого был образован Ржевско-Вязевский паттарм. Дедуй в 800 километров. Я сам являюсь участником Ржевско-Вязевского паттарма. Так что освобождал нашу Тверскую землю. Благодарность ветеранам за мужество и отвагу, которые они проявили 82 года назад, выразил участник специальной военной операции и герой России Раиль Габдрахманов. Мы участники специальной военной операции. Мы проводим эту борьбу с националистами, которые, можно сказать, 82 года назад также оказывали и пытались взять нашу территорию. Спасибо вам, спасибо ребятам, которые там находятся, которые не позволили этой мечести проходить по нашим улицам, на нашим мирным территориям сейчас, в данный момент. Участники митинга почтили подвиг героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Возложили цветы к подножию обелиска победы и вечному огню. Память более 1400 воинов, которые погибли, защищая родину, почтили на Волынском братском захоронении. В годы фашистской оккупации здесь проходила передовая линия обороны Калинина и решалась судьба дальнейшего наступления на Москву. На этом рубеже врагу был дан отпор. И сразу после освобождения города, весной 1942 года, здесь был создан мемориал. Здесь захоронены солдаты, сержанты и офицеры. Именно многих из них до сих пор остаются неизвестными. Участники митинга, среди которых представители администрации Заволжского района Твери и городской думы, представители ветеранских организаций, возложили цветы и почтили память павших воинов минутой молчания.